МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо, Лиза. Лежи спокойно. Тебе нельзя вставать. Пожалуйста. Тихо-тихо-тихо. Что они сделали? Ира, что они сделали? У них не было выбора. Замершая беременность. Нужно было тебя спасать. Лизонька, послушай, ты должна быть сильной, слышишь? Тебе терся сейчас. Тебе, Тусь, простить надо. Лиза, я сделаю все, что скажешь. Только, пожалуйста, будь сильной. Залонова все виноват. Мне всю жизнь сломало. Слушай, его же посадят за убийство Игоря, да? Его же посадят. А как ты докажешь, что он убил Игоря? Его же не было в доме. Я могу сказать, что он перед этим приходил. Что он нам угрожал, Туся подтвердит. Хорошо. А если он скажет, что он пришел просить вернуться сбежавшую жену, ты наставила на него ружье и хотела убить. Он ушел. Ну, а что же делать, коль не бил? Что теперь будет? Я не знаю. Ничего. В полиции повесили все на убитого Игорем бандита. Мол, тот залез в дом, Игорь его увидел, хотел прогнать, тот выстрелил, и Игорь тоже. Послушай, мне надо бежать. Я не знаю, куда он подальше отсюда. Он не оставит меня в покое у меня. Он придет. Только оставь мне Туську, пожалуйста. Нет. Она моя дочь. Мы уедем вместе. Мама, ты чего? А вот уже тетя Ира идет и пойдем. На поезд? На поезд. Вот, билеты и идем. Подождемся, пока поезд появится. У него студентка две минуты. Да не волнуйся ты так. Подождем. Спасибо тебе, правда. Да. А если бы не ты, он все перестанет. Фух. Так. Главное, не потеряй адрес телефона этого Леши. Он ходит седьмая, вода на киселе. Ну, родственник, как-никак, да? И мужик хороший. К тому же, он участковый поможет с жильем на первое время. Ну, все. Туська, давай. Давай. Все. Пойдем. Пойдем. Давай. Ой. Пойдем. Предприниматель Альберт Каюмов, который провел 10 месяцев в СИЗО за организацию убийства своего делового партнера, сегодня выходит на свободу. Следствие не остановлено. Прокуратура и семья убитого требуют оставить Каюмова в СИЗО, но судчил возможным изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Мам, ты еще долго? Дороги сделала? Почти готова. Слышь, там банкет продлили еще на пару часов, так что тебе придется задержаться. Ну, а при чем здесь я? У меня с минут до одиннадцати, я и так вчера до полуночи задержалась. То есть, я спать про, так что я через двадцать минут ухожу. Ну, дело твое. Только, если ты сейчас уйдешь, то завтра можно не приходить. Тусь, посиди, я сейчас приду. Азиз Мансуревич, можно? Да. Что случилось, моя красавица? Мне Яна сказала, что мне нужно еще на два часа задержаться. Ну, что поделать? Работа у нас такая, понимаешь, ненормированный график. Гостям все понравилось, вот они решили дальше посидеть. Ты же сама знаешь. Желание клиента, так сказать, законно. Да, но у меня смена до одиннадцати. Что же делать? Слушай, а давай я тебя переведу в зал, а? Там чаевые и зарплата повыше. Зачем такую красоту держать в посудомойках? При чем здесь зал? У меня смена заканчивается через пять минут. А ты побудь со мной пять минут и иди домой, а завтра мы тебя переведем в зал. Простите, я просто хотела спросить. Да не стесняйся же ты. Здесь все через зал, ты проходили. Это столица, дедка. Здесь надо идти навстречу друг другу. А ты сегодня ко мне навстречу, а завтра я... Простите, я пойду. Вы бы что-то накинули, сегодня прохладно. Могу принести. Что вам надо? Мне? Ну, как и всем. Любви, понимания. Чего такая взъерошенная? Случилось что-то? Ваше дело. Варька, тебя сильно я люблю. Варька, на себя я взял вину. Варька, ты наливай скорей. О, Лизька, давай к нам, у нас весело. Извините, не сегодня. Пойдем. Да ну перестань ты, ну я же по-соседски приглашаю. Лизь, ну... Скажи мне, пожалуйста, ты че шляешься по ночам? Я тебе не для того комнату сдала, чтобы ты заполночь приходила. Еще ребенка за собой таскаешь? Извините, заходи. Лизь, да нормально, по-соседски посидим. Нам спать пора. Ты угомонишься-то? Нет. Чай с кипячем, с вареньем будем пить. Я люблю, а Варька, на себя я взял вину. Варька, ты наливай скорей, дари-дари, а корешу мы не бей. А, Лизь, давай чай попьем, а? Извините. Да погоди ты, че ты ломаешься, как маленькая, ну? Пустите, пустите. Да погоди ты, все бабы довольны были. Ну ты и кобель. На воду потянулся? Да че ты решишь это-то? Че стоишь, рот раскрыла? Чужого мужика захотела? Извините, пожалуйста. Ты мне ничего сказать не хочешь? Мама, чай. А мы завтра утром выпьем. Давай уже будем спать, пожалуйста, вставай. Простите, нам с дочкой уже спать пора. Слышь, будешь Володьке глазки строить? Выселю. Давай. Да. Здравствуйте, это Елизавета Павлова? Да, это я. Меня зовут Леся, я секретарь дизайн-студии «Артпейнт». Вы нам присылали свое резюме. Да, я присылала. Да. Скажите, вы можете завтра подъехать к нам где-то в половине третьего? Ну, конечно, могу. Отлично. Тогда наш адрес 1-й вал 19, это бизнес-центр. А я вас встречу на ресепшене. Спасибо большое. Я буду. До свидания. То есть, возможно, завтра меня возьмут на новую работу. Другой ресторан? Нет. Я буду оформлять разные выставки и магазины. Мне будут платить много денег. И мы с тобой перейдем в большую светлую квартиру. Будем ходить в театр, в кино. И я куплю тебе телескоп. И я увижу звезды близко-близко. Так же близко, как и меня. А что, в электронном виде нет? Нет. Так. В каких программах вы работаете? Design Гос, Soul Design Five? Простите? Понятно, ни в каких. Так. Ну, чего-то более динамичного в стиле Старка или Фукасавы нет? Это все. А что, вы заканчивали? Ничего. Подождите, у вас что, нет профильного образования? Нет. Юр, какого черта? Мы теряем время и смотрим работы в среднюю художественную школу. Извините. Да нет, это вы нас извините. Секретарь сразу должна была у вас поинтересоваться, когда приняла резюме. Простите. Иди, работай. Лиза, простите. Что еще? Понимаете, вам и правда будет сложно устроиться в какую-нибудь серьезную контору без образования. Чего же там сложно? Невозможно. Но зато в ваших работах есть свежие идеи и незамыленный взгляд. А толку? У меня есть для вас предложение. У меня есть собственные проекты на фрилансе. Я бы с вами с удовольствием поработал. Правда? Запишите мне свой телефон и имейл. Я вам вышлю варианты. Посмотрите и обсудим. Хорошо. Простите, пожалуйста. Мне кажется, это вам сигналит. Иди, куда шла. Послушайте. Да. Ну, такое. Здравствуй. Здравствуй. Слушай, ты бы отъехал? Сейчас на трубе повиси. Ты что хочешь, дядя? Машину пропусти. Да видишь, по телефону говорю. Проезд освободи, говори сколько хочешь. Ты что, будешь оказывать ничего делать? Ты что, груд борзый, а? Тише! Тише! Чего стоишь? Подъезжай, разгружать тебя буду. Ну, что я могу сделать, если у меня маршрутка сломалась? А что тут во дворе не мои проблемы? У нас все четко. Опоздание на 10 минут штрафуется в размере 10% от зарплаты. Ну, все равно же еще никого нет. У меня даже грязная посуда не собралась. Нет, ну, если тебе что-то не нравится, ты можешь валить. Желающим на твое место найдется... Воз. И маленькая теряшка. Ну, штрафуй, если ты без этого жить не можешь. Да я здесь при чем? Правила такие. Да, здравствуйте, Юра. Да, я получила. Я все посмотрю и отправлю вам свои предложения. Вам спасибо. Начальница, я все закончил. Водка в подсобке, ящики с лимонадом и вином в коридоре. Гиня, давай. Подождите, мы так не договаривались. Мне сколько хозяин дал, столько я тебе и заплатила. Что-то не нравится. Вали, можете вместе. Я нового грузчика за секунду найду, понял? Молодец. Что за люди? Наши дети, они же с первого класса вместе. А ваше-то все новенькое. Ей нелегко с ними найти общий язык и завести друзей. И что делать? Ну, коммуникативность, она же, как правило, выстраивается в неформальной обстановке. Поэтому мы такое большое внимание уделяем поездкам. Два-три дня дети на экскурсии. У них много свободного времени, чтобы пообщаться. А ваша, Тусечка, не была ни на одной экскурсии. А вот сейчас мы собираемся на три дня в Беларусь. А в экскурсии по Минску мы здесь шагала, в Витебске. Она опять не едет. Мария Кирилловна, я понимаю, но просто у нас сейчас тула с деньгами, а экскурсия стоит, как половина моей месячной зарплаты. Я понимаю, понимаю, но я ничего другого для адаптации в коллективе ребенка не могу предложить. Тут уж вам решать. Понятно. Спасибо. Спасибо. Мам, нам сказали, что на второе полугодие нужно купить сборник задач по математике. Когда нужно? Не знаю. Просто сказали. Но если денег нет, то я с Настей Мельченко договорюсь. Она мне даст. А Настя твоя подруга? Нет, она просто не жадная. А с кем ты в классе дружишь? Мария наша уже настучала. Я ей сто раз говорила. Что не могу. У нас денег нет. А она каждый раз по новой. Мам, ты ее не слушай. Обойдусь я без этих выездов. Не обойдешься. Я оплатила твою поездку в Беларусь, так что ты едешь на экскурсию. У нас что, все хорошо? Ну, пока еще нет, но я надеюсь, что очень скоро будет отлично. Они хотят здесь что-то вроде лофта. Арт-пространство, возможно. Помещение для видеоинсталляций. А что значит, возможно? Они сами не знают, чего хотят? Привыкай, мать. У заказчика такое сплошь и рядом. А что же мы тогда разрабатываем? У них тендер. Несколько групп разрабатывают варианты. Потом они выбирают один, и уже под него дают бабки. Ну? Расскажешь, какие мысли появились? Я лучше покажу. Я почитала твое описание, посмотрела чертеж, и вот у меня есть и два варианта, что я набросала. Ну, ты даешь. Это дело нужно как следует обмозговать. Давай-ка вечерком залетим в какой-нибудь ресторан, посидим, поговорим. Приглашаю. Прости, я вечером занята. Приятного вечера. Эй! Алло! Эй, мужик, я долго тебя звать буду? Одну минуту. Так, визок, зашиваемся. Давай в зал. На. Что значит зал? Народу тьма, официантов не хватает. Давай-давай. Я заплачу, как за три твои смены. Хорошо, только я никогда не работала. Что там, что там работать-то? Заказ записала, принесла, деньги получила. Все. Если будут рассчитываться карточкой, зови меня. Девушка, пока вынесли мороженое, оно растает. От вашего взгляда тает не только мороженое. Защита. Прошу вечер. Спасибо. Прошу прощения. О, какие официанточки у Азица появились. Мы что-то еще хотели? Хотел. Ты что, Каза, сдурела? Э, администратор, Азица позови. Лиза, что-то случилось? Послушайте. Слышишь ты, я не знаю, может быть, в вашей деревне так принято, но здесь надо понимать, кому нельзя говорить «нет». Он руки начал распускать. Ну и что ты, что развалилась? Короче, слушай, ты сейчас идешь в зал и извиняешься перед Амалом Асимовичем. Поняла? Нет, я не пойду. Мне проблемы не нужны. Эй, командир, девушку отпусти. Ты кто такой? А ты чего хочешь, а? Теперь понял? Ты что-то хотел сказать? Вы? Вы уволены. Опа! Кто-то вообще просил вмешиваться. Да я что, виноват? Безусловный рефлекс, когда при мне девушке обижают. Мне кажется, ты просто любишь пускать в ход кулаки. Да нет, только в целях восстановления справедливости. Да ладно тебе, не сердись. Я же говорю, вот так рефлекторно получилось. Ну ладно. Я сама хотела учиться с этого гадюшника. Ну, куда я уйду? У меня дочь школьница. За квартиру платить надо. Да уж, ну это тоже явно не работа мечты. Ты тоже тут работал. Ну, я много где работал. Грузчики сейчас везде нужны. Ты училище грузчиков закончил? Разрешите представиться. Андрей Степанов, майор в отставке. Чего себе. Как же ты до такого дошел, майор? Да как, обыкновенно. Ранил на учениях, провалялся, полгода по госпиталям, комиссовали. Вернулся домой, а мне жена с порога заявляет. Прости, дорогой, но у меня теперь другой. Ну, и выплывает Коля весом полтора центнера. И мне такой, что, есть какие-то вопросы? Коля, ты кто? Коля, ну это любовь ее новая. Я говорю, слушай, чувак, у меня к тебе вообще никаких вопросов. Я хочу с женой поговорить и сына увидеть. Но отошли мы с Нинкой, общаемся. Она почему-то начала кричать. Коля, помоги. Ну, прибегает этот Коля, решил мужика включить. Короче, слово за слово я ломаю ему челюсть. Тут еще теща подключилась. Я наряд вызвал. Сейчас приедет полиция. Приехала полиция, начинает меня выталкивать из дома. А там, короче, я на взводе уже был. И молодому сержанту, короче, клац. А дальше? Ну, что дальше? Дальше суд. Хорошо, что у нас в части командир правильный. Такой был. Хорошую характеристику мне написал. Короче, дали мне три года условно. Женой я развелся. Да плевать мне на эту Нинку. Просто она мне сыном не дает увидеться. А кроме игрушек, я никуда не могу устроиться? Я хотел пойти тренером в детскую спортшколу. Ну, кто мне даст детей тренировать, когда у меня судимость? Ну, вот так перебиваюсь. Тут разгружу, там посторожу. Ну, ты ведь тоже... Я у меня с детства мечтал посуду мыть. Нет. Я дизайнером хотела стать. Все никак не срастается. Ну, ничего. Сегодня не срослось, завтра срастет. Все будет нормально. Вот, пожалуйста. Выбыла в неизвестном направлении. Черт. Ну, как же так? Я в такую даль ехал. Гостинице от матери передать. Ничем не могу помочь. Спросите у соседей, может, они знают. Да спрашивал уже. Они сказали, вы должны знать. Вы же вроде как родственница ее мужу. Он ведь погиб? Да какая там родственница? Так, сильная вода на киселе. Ну, вроде вы ей паспорт делали. Я здесь всем делаю паспорта. Паспортистка я. А сейчас извините, мне нужно ехать в район. Надя, почта пришла? Да, Ирина Александровна. До свидания. До свидания. До свидания. И мужчина, вы Лиску ищете? Да, ищу. Павлову. Павлову. Отойдем? Могу помочь. Если не откажетесь меня облагодарить. Она в столицу подалась. Ирка Ирина Александровна отправила их с тучкой к Лехе Кирпиченко. Он участковым служит. Здесь адрес. Спасибо. Пожалуйста. Ищешь этого участкового, узнаешь, где она. Шеф, у нас же менты на хвосте. Снова можем в СИЗО загреметь. Нам еще по рынку надо вопросы решить со свидетелями. Известно, сколько в столице будет. Леха, сначала она, потом все остальное. Пряпаем сит. Через неделю начнем. Спасибо. Ну, привет. Привет. Ну что? Удалось победить в тендере? Нет, что ты. Победила другая контора. Просто меня позвали сюда работать супервайзером на этот проект. Знакомая идея. Ну да. Тебя совесть не мучает? В смысле? В смысле, что ты украл моя идея, а меня обманула. Идею? А у тебя была идея? Да ты кем себя возомнила? Извини, мать, но ты никто и звать тебя никак. Пока. Сейчас тебе нужно пахать. Бесплатно. И налаживать контакты. А потом, возможно, через год-другой тебя возьмут шестым ассистентом на проект. Кстати. Эти связи могу дать тебе я. А ты пока будешь продавать мои идеи? Нет уж. Спасибо. Спасибо. Елизавета Николаевна, если вы сегодня не погасите кредит, мы начислим пенни за каждый день вашей просрочки. Поймите, у меня сейчас безвыходная ситуация. Я надеялась, что... Ну, послушайте, это ваши проблемы. Значит, придется платить в два раза больше. То есть как? Ну, вот так. Все прописано в договоре. Я бы на вашем месте не доводила ситуацию до коллекторов. Девушка, а можно как-то побыстрее? Ко мне какие претензии? Вы вот покупательницы говорите. Ну, можно я вам завтра занесу? Мы тут благотворительностью не занимаемся. Ну, да. Ну, тогда извините. Да. Спасибо. Капустой качал. Варвара Сергеевна, я заплачу. Через неделю, ну, максимум через десять дней. Диска. Мне твои форс-мажоры вот где сидят. Чего я должна свои же деньги выкрашивать? Я тебя пустила. Комнату тебе выделила. Себя, можно сказать, стеснила. А ты? Я заплачу. Два дня даю тебе срока. Потом собирай манатки. Не съедешь сама с полицией, Василю. Не посмотрю, что наш участковый за тебя просил. Мам! Что? Очень больно. Сейчас. Так. Так. Так, давай. Почему так мало? Врач сказал, перейти до четверть ложечки. Угу. Зачечку. Господи, совсем забыла. Алло. Да, здравствуйте. Я вам звонила по поводу работы оформителем Елизавета Павлова. И что? Вы просили после четырех набрать. К сожалению, в вашей анкете написано, что у вас нет профильного образования. Да, у меня нет образования, но… Извините. До свидания. Да. Извините. Мам. Сейчас ездить будем. О, Алиска, проходи. Сволочный, Володя. Это ужин для дочки. Может только скотиной быть. Ты что сделала, тварь деревенская? Стукательная. Размеши, сука. Ну, открывай. Ты у меня в магазин в пули полететь. Открывай, косатраная, пока я дверь не вышеду. На вашем счету недостаточно разрешения звонков. На вашем счету недостаточно разрешения звонков. Солон, не рывай! Солон, не рывай! Как ты, ты в покое? Лизка! Лизка, слышишь меня? Пришли к тебе! Лизка, елкий паук! Слышь? Пришли! Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Елизавета Павлова? Да, это я. Мы по поводу вашего долга. А, ну, я девушке уже объяснила, что у меня сейчас сложная ситуация. Так что делать будем, Елизавета Николаевна? Ну, у меня сейчас нет денег и... Ну, возможно, у вас есть бытовая техника или какие-нибудь вещи, которые нужно реализовать в счет долга. Давайте пройдем посмотрим. Нет, я вас в комнату не пущу, у меня там дождь болеет. Слышь, коза, а мы же можем по-другому поговорить. Мы сейчас хату твою начисто вынесем, а будешь вякать, мы тебе голову оторвем. Убирайтесь. Убирайтесь! Ты не первая, кто так орет. Мама, ты куда пропала? Я тебя зову. Привет. Мы будем приходить каждый день, пока вы все не вернете. Зачем ребенку увидеть эти разборки, нервы, плохой сон? Ведь всякое может произойти. Все, я звоню в полицию. Отдай мне телефон! Телефон! Поговори нам, что ничего нет. Получишь, когда долг вернешь. Не вернешь деньги через два дня – пеняй на семя. До свидания. Хорошего дня. Убираю. Убираю. Хватит. Лиз, привет. Привет. Что-то случилось? Да. Да. Ты здесь взрослая? Надо же. Вот это да. Здорово. Ты додумался нам торт принести. Туська с туалет такой вкуснительный не ела. Да я, я вообще-то не вам его нес. Понимаешь, у сына сегодня день рождения, я думал, торт вручить, подарок подарить, а моя бывшая опять в крик, уходи, у нас своя семья, ты сыну больше не нужен. Ну, собственно... Ну да. Тяжело это. Твоя правила. Да ладно. А что в нашей жизни сейчас правильно? Ну, рассказывай, что у тебя стряслось. Да так. Накопилась. Лиз, да ладно. Я же все вижу. Давай, выкладывай. В долги влезла. На работе завала. Из конторы приходили, в которой я кредит брала. Угрожали. Так, и сколько должна? Уже 400 долларов. Так, ну, это решаемо. Интересно, а как? Очень просто. Я на отпуск копил. Думал, уговорить Нингу, чтобы она Вовку со мной в Турцию на две недели отпустила. Ну, теперь-то она точно со мной не отпустит. Короче, не волнуйся, деньги есть. И давай без возражений. Хорошо? Ты о Тусе подумай. Деньги потом отдашь. Я тебя попросить хочу. Научи мне драться. И с кем ты собралась воевать? С конторой, которая у тебя деньги судила? Ну, Лиз, тут учи, не учи. Нет. Мне просто нужна уверенность в себе. Я устала чувствовать себя жертвой и сдрагивать от каждого шороха. Я хочу стать сильной. Я ее уволил, и все. Давно уволили? Да, месяц уже как. Ясно. Может, адрес скажете? Зачем мне адрес посудомойки? Яна, есть у тебя адрес этой Лизы? Только телефон. Адреса нет, но она где-то рядом живет. У нее дочка ходит в школу где-то здесь, недалеко. А где рядом? Не знаю. Просто Лизка как-то сказала, мол, я и до школы идти минут. Пятнадцать. Так, пишите. Спасибо. До свидания. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Проходите. Защита от бокового по шагу, не спеши. Боковой. Боковой. Еще боковой. Удар ногой. Длинный боковой. Захватила и подсечка. Боковой. Захватил и подсечка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Шестнадцать, семнадцать. Ты можешь ноги придержать? Съезжает. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать и один. Начинаем с прямых. Левый, правый. Не бей на север. Не бей на север. Просто техника. Левый, правый. Левый, правый. Разворачивай корпус. Контрольный вопрос номер девять. Основные работы в гребеже. Период обротализма. Черт. Ну, совсем другое дело. Владимир, уберите то, что у вас выпало изо рта. Тащися. Ах ты падла. Иди сюда. Ты сейчас встанешь и уберешь за собой. Ты меня понял? Кивни, если понял. Тащися. На. Пока. Девочка! Что? Скажи, пожалуйста, в этом подъезде 33-я квартира? Ничего не знаю. Да? А ты что, здесь не живешь? Здесь живу. О, так это же легко вычислить. У тебя какая квартира? Восемнадцатая. Значит, 33-я в другом подъезде. Спасибо тебе большое. Да не за что. Пока. Аплодисменты. Субтитры сален. Пока.